Прежде чем заняться асфальтированием дороги, необходимо провести инфраструктуру под землей. Главную просьбу жителей Шимкента в городе Акимате, похоже, услышали. На улице Байтурсынова решили повременить с расширением дороги и заняться трубами отопления. Такое решение городского Акимата депутаты поддержали единогласно. Но с одним важным условием. Все работы должны завершиться до начала отопительного сезона. Мы учли интенсивность движения автотранспорта и пешеходов в летнее время. Мы выдвинули условия, в которых сказано, что подрядчик должен завершить работы и позаменить теплотрассы до 20 августа. После чего приступим к укладке асфальта. Все работы завершатся до октября. В эти же сроки входит подписание акта приемки и сдачи объекта в эксплуатацию. Второе условие депутатов городского Маслихата не менее важное. Это прозрачность в предоставлении отчетности в использовании старого трубопровода. Где сегодня те самые старые трубы тепломагистрали, которые заменили в прошлом году? Ответить на депутатский вопрос чиновники так и не смогли. Точка кипения достигла своего пика. Разговор получился на повышенных тонах. Согласно закону, при списании старых труб вы не можете отправить их в утиль, так как их можно сдать на черный металл, на переплавку. Правильно? Вы должны его сдать и внести сумму в городскую казну. И это прописная истина. А то, что вы делаете, это мутная вода. В бюджет никакие средства не поступают, а все ваши действия – это лишь устная гарантия. Фактически ничего нет. Одни оправдания. Вспомнили депутаты и о дорогостоящих комплектующих для строительства многоэтажной автопарковки. Запчасти для чудо-техники якобы в 2008 году привезли из-за границы. Однако никто современной парковки так и не увидел. На вопрос, куда испарился дорогостоящий проект и где сегодня народные деньги, последовал издевательский ответ. Мол, комплектующие были признаны непригодными, а потому от них пришлось избавиться. Такой ответ привел народных избранников настоящую ярость. «Мы вас неоднократно просили принести хотя бы фотографии, устанавливающие подлинность и наличие этого строительного материала, но вы так этого и не предоставили. Были ли вообще куплены комплектующие или все это очередная легенда?» Необдуманными тратами теперь займется специальная комиссия. В частности, контроль коснется отдела ЖКХ, который курирует заместитель Акима Шимкента Бесимбек Жамбусынов.